Всем доброго, дорогие, мои дорогие, любимые, приятные зрители, с вами Юранка, и решил я вспомнить про VMware Workstation, запустив Windows XP, посмотреть, хоть вспомнить, как она вообще выглядит, также записать несколько инструкций по ней, хоть я понимаю, что уже, скорее всего, Windows XP никто не пользуется, но всё-таки, может быть, остались такие люди. И, значит, запускаю я VMware Workstation, выбираю Windows XP, нажимаю «включить виртуальную машину», и мне выдаётся такая вот ошибка. VMware Workstation and Device Credential JORT are not compatible. VMware Workstation can be run after disabling device credential JORT. Please visit такой-то сайт for more details. Дословный перевод гласит, что VMware Workstation и устройство защиты учётных записей несовместимы, и для того, чтобы в VMware Workstation виртуализация машин могла работать дальше, вам необходимо отключить защитник учётных записей. Давайте же решать проблему. Для этого мы с вами нажимаем на клавишу на клавиатуре Windows Plus R, английская R, у нас открывается команда «выполнить». Далее мы с вами вводим «gpedit.msk». Нажимаем «Ок». Ожидаем загрузку, у нас открывается редактор локальной групповой политики. Немного расширяем экран, дабы было всё более почётче видно и понятнее, куда нам с вами дальше нажимать. Открываем «Политика. Локальный компьютер». Так, она у нас уже открыта, всё верно. Конфигурация компьютера. Административные шаблоны. Далее «Система». И далее «Device Jord», который находится в самом верху. Здесь далее дважды кликаем по названию. Давай даже всё специально расширим, чтобы это было всё видно и понятно, как называется. Полное название – это «Включить средства обеспечения безопасности на основе виртуализации». Нажимаем с вами два раза. Левая кнопка мыши. Далее нажимаем «Отключено». Теперь нажимаем «Ок». Далее это окно можем закрыть. Открываем панель управления. Теперь у нас с вами всё зависит так. Теперь у нас всё с вами зависит уже непосредственно от вашего обновления Windows 10, если вы пользуетесь. Потому что панель управления может открываться по-разному, но я воспользуюсь обыкновенным поиском. У меня это поиск «Алиса». Панель управления. Хоть ввели и на английском языке, всё равно всё распозналось. Идеально. Далее мы с вами открываем «Программы и компоненты». Далее мы с вами открываем вкладочку «Включение или отключение компонентов Windows». Пожалуйста, подождите. Ожидаем загрузку. Далее, если у вас параметр вот этот «HuperDeficeWare» включен, его необходимо отключить и снять галочку. Для чего он необходим? Он предоставляет службы и средства управления для создания запуска виртуальных машин и их ресурсов. Собственно, всё ясно и понятно. Это специальный компонент Windows для предоставления виртуализации возможностей машин, в том числе вот эта вот VMware Workstation, либо программа VirtualBox. Снимаем галочку, нажимаем «Окей». Далее запускаем команду строку от имени администратора, либо правой кнопкой мыши нажимаем на меню «Пуск» и далее выбираем. А у меня её здесь нет. Прикол. Тогда вводим CMD в поиск Windows, нажимаем правой кнопкой мыши на обработчик команд Windows, нажимаем «Запуск от имени администратора». У нас открывается администратор c-windows-system-32-cmd.exe. Мы с вами открыли командную строку «Далее необходимо ввести несколько запросов». Всё это будет написано в описании, друзья, потому что вводить это довольно долго. bc-didit-create-такие-то числа, d-debuff-tool-application-osloader. Нажимаем «Интер». Запись успешно создана. Следующая команда. bc-didit-set, опять числа, патч-efi-microsoft-boot-cconfig.efi. Нажимаем «Интер». Далее. Третья команда. bc-didit-set-boot-mgr-boot-sequiance. Далее числа с буквами вперемешку. Опять нажимаем «Интер». Последняя команда. А нет, прошу прощения, предпоследняя команда. bc-didit-set числа буквы. лоид-поинтс-дисейбл-LCA-ISO-дисейбл-VBS. Успешно создана. Так. И последняя команда. c-windows-system32. bc-did-set-hyper-vision-launch-tube-off. «Интер». Операция успешно завершена. Завершили все операции. После этого перезагружаем компьютер. Я проверю в данный момент, до перезагрузки компьютер заработает у меня VMware Workstation или нет. Давайте проверим. До перезапуска системы. Нет, значит, скорее всего, необходимо перезапустить Windows, и после этого должно будет все заработать. Если не заработает, я сейчас посмотрю, какие еще возможны решения проблем, на всякий случай, для того, чтобы убедиться, что после перезапуска системы у меня все-таки это все заработает. Ну, в общем, ребятчики мои дорогие и любимые, значит, я порылся по интернету. Это одно единственное решение проблемы, то, что я вам сейчас описал, больше никаких решений нет, у всех все после этого работает. Так что, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте друзьям, комментируйте. Вот так вот мы с вами исправили данную проблему. После перезапуска системы у нас с тобой все должно будет заработать. Всем до новых встреч, спасибо за просмотр. Поставьте лайк специально для того, чтобы продвинуть данный ролик по поисковому запросу выше, чтобы пользователи с такой же проблемой могли найти данное решение и, собственно, исправить данную ошибку и получить доступ к возможности использования VMware Workstation, системы Windows XP. Или другой системы, неважно. Всем до новых встреч, с вами был Юранка, всем удачи и пока-пока, спасибо за просмотр.